Ну, у меня вопрос сразу по земле. Скажите, нужно понимать, что ваше заявление сейчас обозначает, что вы начнете войну с Андреем Гордеевым, который выделил гектару земли своему бывшему коллеге по бюджетной комиссии Верховной Рады Молотку, Нардепу, которого вы не назвали. Вы начнете борьбу со своим, скажем так, союзником Андреем Гордеевым? Ну, во-первых, Андрей Гордеев никогда не был союзником. Вы сейчас говорите о губернаторе, правильно? Ну, конечно. С точки зрения фамилии Молотка, это вы озвучили, я говорил о... Ну, его жена учредитель, соучредитель этих компаний. Естественно, Сергей всегда очень много знает, он правильно говорит, но я не вижу здесь проблемы. Если человек нарушил закон, неважно, к какой партию он относится, даже это может быть наш однопартийец. Мы своей позиции, я, в частности, своей позиции, никогда не кривил душой, поэтому Сергей, ну, здесь не речь не идет о войне. Я четко сказал публично, что УКРУ подготовит сейчас депутатские зверные. Депутаты... А, то есть борьбы не будет, вы не будете зверные, просто зверные, и все, да? Еще раз, ну, вам хочется борьбы, именно борьба? Нет, ну, просто, ну, так же никто не отдаст, там заплачены огромные деньги за это. Кому заплачены? Ну, кому-то. Он же не получил ничего. Поэтому и боретесь. Как сказал журналист Моста, что он получен огромный день. Я думаю, в своем звернании мы сошнемся. Потому что, если у вас есть информация, вы тогда, пожалуйста, следовательно. А что, у вас, Антарщук уехал, у вас нет больше информации? Сергей, давайте, по сути, вопрос ближе к пресс-конференции. По участку, если вы считаете, что к этому иметь отношение Гердеев, значит, ну, придется ему отвечать. Может быть, и да. Если вы считаете, что он нарушил закон, я тоже думаю, что он понесет ответственность. Вне зависимости от того, пожалуйста. Пожалуйста.